5 апреля день службы государственной безопасности. Ровно год назад президентом страны был подписан закон о службе государственной безопасности республики Узбекистан. В принятом впервые в истории законе определены статус, задачи и полномочия службы. В профессиональную дату к поздравлениям защитников интересов государства и общества присоединилась наша съемочная группа. Итак, дата 5 апреля законодательно установлена днем службы государственной безопасности. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие в Центральном аппарате СГБ. Отмечалось, что инициатива главы государства направлена в первую очередь на модернизацию и реформирование службы. Под особым контролем вопросы социальной защиты военнослужащих органов СГБ. Поддержка государства весома и значима в деле выделения долгосрочных кредитов для обеспечения сотрудников жильем на основе ипотечного кредита. Льготным, начиная с 2018 года, стало поступление детей военнослужащих в вузы страны. Такая поддержка государства, по уверению тех, кто обеспечивает безопасность и охраняет рубежи Родины, является важным стимулом для еще большего проявления ими силы и энергии, знаний и потенциала во благо обеспечения мира и стабильности нашей страны. В торжественной обстановке сотрудникам и ветеранам СГБ вручены ведомственные награды. На грудной знак давлят хавсазлик хазматы фахрихо деме, на грудные знаки давлят хавсазлик хазматы алочесе первой, второй, третьей степени, а также почетные грамоты и ценные подарки. Нам оказано большое доверие в воспитании молодого поколения в духе преданности республики, преданности президенту, соблюдение законных прав и интересов личности. Большую работу мы проводим в отношении ветеранов, которые потеряли кормильца, нуждаются в помощи руководству государства, выделять необходимые средства для этих целей. Ветеран органов государственной безопасности принимает активное участие в деле патриотического воспитания нашей молодежи. Тем временем в городе Корши введены в эксплуатацию четыре пятиэтажных жилых дома, где в канун профессионального праздника новоселье справили 120 семей сотрудников управления службы государственной безопасности по Кашкадаринской области и военнослужащих регионального штаба юго-западных пограничных войск СГБ Узбекистана. Новоселам в торжественной обстановке вручили ключи и отметили, что работа по кредитованию нового жилья будет продолжена. Оригинальный дизайн и современный стиль нового жилья пришлись по вкусу новоселам. Качество и экологичность строительных материалов – главная фактура, проделанного в кратчайшие сроки, с тем, чтобы проблем бытовых не возникало. Есть где разгуляться и детворе, игровые и спортивные площадки, безусловно, пустовать не будут. Инфраструктуру, как обещали, расширят в самое ближайшее время. Будет новый детский сад, школа и поликлиника. Так что новый микрорайон, заселенный семьями офицеров, украсит территорию города. Жизнь на чемоданах и постоянные переезды, к счастью, отныне останутся в прошлом. И у членов 60 семей сотрудников Управления службы государственной безопасности по Наманганской области. Шестой микрорайон города Намангана стал местом постоянной дислокации, используя военную терминологию, где сданы в эксплуатацию два многоэтажных дома. Что говорится, сданы под ключ двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Комфорт и уют продуман до мелочей. Впрочем, и прилегающая территория также благоустроена. Родители не будут беспокоиться по поводу досуга малышей, которым игровые площадки пришлись по вкусу. В отличной не только физической форме, но и здоровье должно быть в норме у тех, кто в военной форме. Вопросы профилактики и современного лечения также успешно решаются на государственном уровне. В рамках разработанной программы по решению вопросов социального обеспечения семей военнослужащих построена современная поликлиника в Самарканде. Так что безопасность здоровья гарантирована членам семей сотрудников Службы государственной безопасности по Самаркандской области. Отметим, что здание медицинского учреждения было построено в кратчайшие сроки в соответствии с современными требованиями. Аналогично оснащение медицинским оборудованием. Установлены в поликлинике современные аппараты УЗИ, ЭКД, велоэргометры, многофункциональные приборы для физиотерапии, стоматологическое и хирургическое оборудование позволят решить вопросы раннего выявления и своевременного лечения заболеваний. Сразу после церемонии открытия медицинского учреждения в канун профессионального праздника участников мероприятия ознакомили с условиями, созданными в поликлинике для врачей и пациентов. Субтитры создавал DimaTorzok